Доброе утро. У нас дело движется. Смотрите. Ой, мне так нравится уже вот это вот. Клёво. Так, пол промазали чем-то. Жирно-жирно. Это, видимо, какая-то... Не знаю, изоляция, может быть, или краска. Что это такое? Ух. Классно. Говорят, что будет здесь прям термос. Прям тепло-тепло. Всё запенили. Так что должно быть хорошо. У нас сегодня с утра случился прям нервяк-нервякоч, надо сказать. Потому что что-то меня сегодня с утра дёрнуло. Думаю, блин, а вдруг мы не ту кабину купили. Не правую, а левую. Начала смотреть в интернете. В интернете, надо сказать, все фотки перепутаны. Магазины просто друг у друга эти фотки копируют из внешних источников. Никто сам в кабины не фотографирует. И суют одну и ту же фотку и в правые кабины, и в левые кабины. У них двери не меняются, чтобы вы понимали, да, что нужно покупать обязательно либо правую, либо левую. В зависимости от того, где нам нужна дверь. Слева, справа, там, где душ должен быть и прочее, прочее. Мы созванивались с несколькими магазинами. Все утверждают, что у нас куплено всё правильно. И вроде как я успокоилась поначалу. Но потом я нашла на Авито, что продают такую примерно кабину, как у нас. Ну, модель примерно та же, цвет другой. Там написано, что она продаётся L, левая. По документам она тоже L. В разобранном виде стоит кабина такая, как нам нужна. Ёпрсты. И я всё. У меня волосы дыбом встали. Я говорю, Димке, давай звони в этот интернет-магазин. Нужно узнавать, возьмут ли они её обратно, если вдруг мы не ту кабину взяли, которая нам нужна. О, господи, мы тут бегали туда-сюда, звонили в этот магазин. Они говорят, что если вы её соберёте, то, конечно, она возврату не подлежит. Что-то там с колодцем. Сейчас посмотрим. А мы как узнаем, ту мы кабину взяли или нет, если мы её не соберём? Ладно, откроем, посмотрим. Она вся разобрана. Там вообще не разбери поймёшь чего. Там просто лежат стёкла, и чё к чему, непонятно. Ну, в общем, будем выкручиваться. Наверное, сегодня, может быть, аккуратно её откроем, и будем моделировать её без собирания, без винтов на газоне, на мягком и так далее. Ну, не знаю. Но в магазине, уверили, вы не волнуйтесь. Это именно та кабина, именно той стороной, которую вы хотели, которую вы просили. И дверь у неё открывается именно с той стороны, как вы и думаете. Типа, всё нормально, не верьте интернету с его картинками. Ну, я, конечно, очень на это надеюсь. Плюс я начала в панике вспоминать, что когда мы её здесь вскрывали и проверяли все стёкла, у неё одно стекло, где должны быть врезаны форсунки, там же дырки, они не посередине. Они придвинуты к определённой стороне. И вроде как они именно с той стороны, с которой нам нужно. Ну, не знаю. В общем, вроде как мы так подуспокоились. Ну, может быть, сегодня будут собирать кабину. Но, может быть, сегодня мы увидим уже точно, оно или не оно. Сейчас посмотрим, что там с колодцем. Такое невезёт, и как с этим бороться. У нас, как обычно, всё в кучу. Короче, накрылся, видимо, насос на колодце. В колодце насос накрылся. Либо провод от него. Но, скорее всего, насос. Потому что он у нас уже давно пытался помереть. И, видимо, это случилось. Потому что вот эти вот задержки в накачке воды в гидроаккумулятор были приличные. То включается, то не включается. Видимо, всё. Так что сейчас надо будет вызывать колодезников. И менять насос там. Вытащить, посмотреть его невозможно. Потому что он там на жёсткой такой трубе висит, закреплён. То есть нужно откачивать колодец, лезть внутрь. И наши этого сделать не могут. Потому что у нас нет ни лебёдки, ни материалов никаких. То есть, чтобы туда залезть. И потом вылезти, главное, оттуда залезть. Понятно. Так что сейчас вызывать надо будет, чтобы они заменили всё это дело. И нужно будет найти насос для колодца. Мы решили отпустить ситуацию и пойти пить кофе. Пусть мужчины разбираются. Что-то есть захотелось. Что-то пить захотелось. Тут пока всё сохнет всё равно. О, красота какая. Какая красота. Вообще. Вообще, уже красота. Всё, пуша моя. Пуша. Что, бабуля тебя тут кормит, да? Только сыром. Я разрешила только сыром. Да. Ну, раз у неё руки тянутся кормить, поэтому только сыром. Да, только не хлеб. Аж хрюкает. И не колбаса. Решилась, наконец, судьба вот этого домика Silvaniac Families. Сейчас он тут так открывается. Я его просто закрыла, потому что он со всем скарбом, там, со всей мебелью. Даже с семьёй кроликов. Он стоит пылиться, а Машка в него не играет. Вся посуда, мебель, короче, всё. Всё, отдаём домик. Пусть в него играет девочка, которой он нужен. Вот, Машка, да, Машка не хочет. Ну, не хочет и не хочет. Всё, Маша уже... Да, наигралась, выросла. Всё, это комплект. Это комплект. У нас обещают опять какую-то невероятную грозу. Грозятся, что сейчас нас снесёт просто МЧС, там уже, который СМС-ку шлёт. Конца и края нету этим СМС-ком. Ну, да, с Москвы что-то на нас идёт такое. Что, убирать, наверное, надо будет, да, всё это? А то всё размокнет. Ох, наши панели. Наши панели. Их уже открыли, их уже крепят вовсю. Такие они классные. Светлые будут. Всё будет красиво. Как тебе панели? Ну, без воды. Ну, не сразу. Да, насос надо покупать. Чего? На блюде. На блюде, да? Люди на блюде. Ломай всё. Всё нормально? Люди. На блюде. Всё хорошо? Наси-ка, наси-ка, наси-ка. Сейчас там папа разговаривает. Мама, если я упаду. Нет, папа, ты падать не надо, слезай. Зачем падать? Мама, можно есть трубы, папа? Ну, не надо здесь. Мушулочка здесь входит. Они пилят регулярно. Не надо, мушулочка. Освободи. Проспект. Единственное мне, что жалко, если сейчас вот это всё польёт, у нас кабина стоит в коробках. Прям на улице. Некуда её деть. Не влезает у нас уже ничего. Строиматериал стоит. Там. А? Что это такое? Что там? Кричит кто-то. Даня, что ли, мелкий? Дождь начнется в течение часа. О, вот так. Что там такое, Маш? Никого нет? Мне кажется, это эти. Детки развлекаются. Кто-то сейчас просто орал. Соседи, помогите. Ну, детский голос прямо. Не, ну, я просто сказал, да, это только не дает. Да? Ну, ладно. Хорошо. Хорошо. Ладно. Нам, видимо, придётся покупать новый насос в наш колодец. Как-то он Грюндер, Грюнвельд, Грюнфилд. Не помню, как он там называется. Как-то так. Сейчас Димка ищет его, где в наличии. Можно заказать. И чтобы ещё привезли сюда, либо где-нибудь забрать в пункте выдачи. Удобно было. Около 7 лет до, чтобы начнётся ездить. И до бесконечности, до завтра. Нет, до 9. А, до 9, понятно. Ну, инструмент, рюкзаки, вот это вот всё нужно будет убирать. Здесь. Мам. А? А каждый педагогик по летам, я там часа вкусной. Кто? А, нет. Ванная приобретает свои реальные очертания, которые вот и задумывались. К сожалению, сегодня ремонт закончился на том, что обнаружили, что подоконник, который мы в Лерова купили, он очень узкий. Его мало. При этом сэндвич-панель, которую мы покупали для отделки окон, она нормальная по ширине. Вот эта вот часть, всё хорошо. А подоконник узковат. Поэтому подоконник сдавать. Вот. И мы завтра поедем за другим подоконником. Блин, как мы его везти-то будем? Везти-то мы его как будем? Влезет. Один подоконник улезет. Нет, как-нибудь. Ага, с открытым багажником, судя по всему, наверное. Нет. Они длинные. Если плентуса и вот эти вот стартеры, которые поверх уйдут, мы согнули? Посадим Димку назад, положишь один ряд. Может быть. Может быть, может быть, да. Вот этот вот мне очень нравится. Здесь вот. Может оставим так? Да? Думаешь? Да. Действительно. Ствол тут поставил. Пусть будет, да? Отлично. Ну всё. Вот эта канализация называется? Автономная канализация ТОПАЗ. А, вот автономная канализация. Мама там что-то рассказывает. Окно вот это решили не убирать. Думали его убрать, потому что оно, получается, будет у нас за кабиной. И, мало того, кабина настолько плотно у нас встаёт, что к этому окну даже нельзя будет руку просунуть. Но решили не убирать. Потому что, ну, в общем, мало ли, вдруг мы когда-нибудь поменяем кабину или ещё что-нибудь произойдёт. Там, я не знаю, ещё какой-нибудь ремонт. Ремонт. Вот. И в этом месте нам понадобится окно. Оно глухое. Оно... С него не дует. Ну, ничего не происходит. Всё нормально. Оно хорошее. Мы сначала думали, может быть, его совсем закрыть. Ну, не вытаскивать, не закладывать его, да? Оставить окно, просто закрыть его утеплителем. Но решили, что не надо. Оно будет давать дополнительный свет в стекло кабины. Открывать мы его не будем. Кабина встанет, и это окно будет закрыто. Постоянно. Если вдруг будет просвечиваться, чтобы перед соседями не светить, мы, может быть, с той или как-нибудь... Ну, да, наверное, с той стороны. Либо что-нибудь повесим, завесим это окошко чем-нибудь таким, типа тюли. Либо, знаете, наклейки такие бывают на окна. Ну, посмотрим. У нас вообще вот эти вот торцевые стены кабины, они матовые. Они с таким, с лёгким рисунком, поэтому я не думаю, что там что-то будет видно. Но, тем не менее. Вот. Короче говоря, уже, уже, уже оно хоть как-то выглядит. Это уже хоть, в общем, хорошо уже. Скорее бы уже всё остальное. Скорее бы, скорее бы. Вот тут гидроизоляция вся по полу. Красота. Выглядит, конечно, очень замудрёно. Электричество особенно. Всё, куда ты идёт, куда ты идёт, куда ты идёт. Ничего не понятно. Вот, ну, ладно. Всё равно красиво. Всё равно красиво. Надеюсь, здесь будет комфортно мыться. Красота. И всё влезет. Надеюсь, что всё влезет. Сейчас прочитала комментарии под последним видео на канале Алла. И решила ответить так. Видео. Написали, чтобы мои бабушки делали смузи, чтобы ей было легче жевать, пережёвывать, потому что ей уже трудно жевать твёрдую пищу. Ребята, она просто не будет это есть. Как раз, когда у неё спрашиваешь, что ты будешь, что хочешь, давай вот это, давай вот это, давай вот это. Она всегда у неё одна фраза. Что все, то и я. Что все, то и я. И это не из-за того, что она, как это сказать, стесняется. Это совершенно не так. Она сильна. Я имею в виду духом. Она упряма. Она водолей. Я знаю, о чём говорю. Я сама водолей. Она будет, как это сказать, она будет держаться до последнего. Она будет делать так, как делают все. И если вдруг, не дай бог, кто-нибудь, я не знаю, намекнёт ей на то, что ты уже не можешь что-то делать из того, что делаем мы, ну, мы узнаем о себе много нового. Вот. Она прямолинейна. Зря вы думаете, что она божий одуванчик. Кто думает так? Это не так. Она не божий одуванчик. Она может быть такой, когда у неё очень спокойное настроение. Но даже в спокойное настроение она расскажет, куда нам пойти с нашими смузи. Без стеснения, скажем так. Вот. Так что, ребят, ей много раз предлагалось, что вот смузи из ягод, там, смузи из, там, ну, не смузи, конечно, а давай вот мы тебе там что-нибудь, да, такое мягкое. Единственное, на что она соглашается, на каши, и то не всегда. Абсолютно не редкость, когда мама готовит кашу, и с утра, например, мы кушаем, я не знаю, там, бутерброды, да, или там что-нибудь такое, яичницу, а выходит бабушка, мама ей говорит, на, я тебе кашку приготовила, садись, кушай. На что она говорит, кашу не буду, буду бутерброды, буду хлеб, буду там вот это вот. То есть, это не так, что что поставили, то и ем. Нет, у нее тоже есть предпочтение, она и в еде довольно упряма, да, вот, так что нет, никакие смузи, ничего такого. Если такое когда-нибудь случится, это будет вообще прорыв просто, на мой взгляд. Не, ребят, не наш случай просто. Вот, она будет стеть, она будет грызть, она будет там, ей будет тяжело, да, но смузи нет, вы что, я смузи, из-за того, что я не могу, я не могу, это вот, это вот она. Так что, сумбурно, наверное, сказала, но так, как есть, так, как действительно есть у нас. Внешне она может быть и выглядит так нежно, сладко, мягко, но характер у нее не изменился. Характер как был, твердый, жесткий, так он и остался. То есть, есть, есть такое, я знаю, я хочу, я могу, и так и будет. Такое есть, властности есть. Так что, ей не навяжешь свои правила, свои устои, нет. И не объяснишь, потому что тоже та же самая упертость, та же самая уверенность в себе, дикая. Она порой не понимает, что уже она что-то не может, или уже что-то тяжело, и можно как-то делать по-другому, да. И порой до нее это доходит очень поздно. То есть, вот с рукой, например, ей много раз объясняли, много раз говорили, не садись на эти качели, не садись. Нет, я могу, нет, я знаю, я умею, я хочу. Мы же знаем, что вы пишете комментарии, чтобы как-то помочь, чтобы как-то подкинуть идеи, которые, возможно, нам в голову не пришли. Но не все из этих идей можно реализовать. Что-то можно, да, и что-то мы берем в реальности, но не все получается, не все возможно, в силу того, что у каждого ситуация, она индивидуальна. У каждого есть грани ситуации, которые отличаются от общей. Поэтому спасибо за советы, спасибо огромное. Читаем, смотрим, прислушиваемся, что можно, реализуем, что нет. Увы, ах, нет. Плюс смузи довольно опасная вещь в плане влияния на желудок, потому что это концентрированный сок ягод, фруктов, овощей в огромном количестве. И концентрация его большая поступает в желудок. Желудок уже не такой силы, чтобы справляться с такими соками. Тем более с концентрацией с такой. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Смузи, это, конечно, хорошо полезно, это витамин, и все. Мы, насколько возможно, стараемся кормить ее разнообразно. Супы она кушает, суп, ну, практически смузи. Вот, каши она кушает. Нет, она много чего кушает. Она очень любит салаты, огурцы с помидорами. У нее витаминов поступает море, правда. Она пасется вон на участке. Она крыжовник жует. Она, эти, как они, ягоды. Вот сейчас опять прицепится к слову, пасется. Господи, не понимают люди, когда шутку говоришь, а когда нет. Вот, она кушает ягоды. Она еще любит смородину черную. Она полюбила у нас светлый крыжовник. Кушает его тоже с удовольствием. Малину обтирает. Так что у нее витаминов поступает угу-гу. Субтитры сделал DimaTorzok